Под Тулой несколько минут назад разрешилась драма с захватом заложникам. Трёхлетнего мальчика удерживал его отец, лишённый родительских прав. Мужчина решил вернуть ребёнка силой. Всё это время, что они провели в доме, окружённом спецназом, он угрожал расправиться с сыном. Юлия Сафонова с подробностями. Всю ночь в этом доме работали сотрудники полиции. В одной из квартир мужчина удерживал в заложниках своего трёхлетнего сына. Сам он лишён родительских прав, а ребёнка выкрал у бывшей тёщи и привёз сюда. Дом был оцеплен, пускали только жильцов. Сейчас ребёнок уже в безопасности. Буквально несколько минут назад отец передал его в руки сотрудников полиции. О похищении в полицию сообщила бабушка ребёнка. Последнее время мальчик жил с ней. Она его официальный опекун. Но в квартиру сотрудники МВД попасть не смогли. Вход был изнутри забаркадирован мебелью. Поэтому переговоры пришлось вести через закрытые двери. Подумай, что будет дальше. Что? Через три часа, хорошо. Через четыре. Что изменится-то? Мы отсюда не уйдём. Машину тебе дадим? Дадим. Езжай. Ну, куда поедешь? Сначала единственное, о чём просил нарушитель, восстановить его в родительских правах и позволить сыну жить с ним. И угрожал в случае штурма убить ребёнка. Позже условия изменились. Он потребовал машину. Оперативники решили подключить к переговорам гражданскую жену похитителя. Ну, это вообще с тобой доховаривались. О чём? Что это за год, ребёнка не заберём? Ты что творишь? Я не понимаю. Что с ребёнком сейчас и в каком он состоянии, пока неизвестно. Юлия Сафонова, Алексей Виноградов, Первый канал.